Как тут все разбежались уже от лестницы? Да нет, смотрите Тут дохренища А я могу продолжать? Ну ладно, не очень хорошо получается Это вообще хреново Так, значит, что делаем? Ускоряемся И полетели Одну подняли Бьем Бьем, убиваем Вот, и как раз покушать Как раз на самое то Ты на ютуб-канал Ультравалент не заходил? Там парень рассказывает, как играть в DCSS Славик Да, я как раз в последнее время его канал смотрю Отличный чувак, вообще шикарные у него видео Замечательные, мне нравится Всем рекомендую Ультравалент Фо Просто Топовый контент по данжен-кроллу Сколько раз ты прошел на стрим игру? Помню один раз И то я проспал, говорит, снегами Да, вот это был тот самый один раз С тех пор я очень долго не играл И вот начал Ну как В этом году заново играть Но хочу за кастера пройти Это не так легко Так-так-так-так Пробовал Но все катаподы дохнут Например, на 12-м левеле данжи Говорит Рейгун Минус 10 хп привлевал аппи Но это не так страшно 10 хп А тут самое главное знать Как использовать ресурсы И когда конкретно их использовать Я вот тоже С этим пока не очень хорошо знаком До того, чтобы прямо на автомате Определять опасность Как конкретно с ней быть Но это основной навык Который нужен Вот я когда смотрю Как другие люди играют Тот же ультравайвент, например Он там вот сразу видно Что в каких-то определенных моментах Четко их идентифицирует Моментально И моментально идентифицирует инструменты Которыми он может воспользоваться В такой ситуации Вот Рейгун, говорит Нашел чела Который проходит октаподом Трансмутером Но не могу повторить Потому что не успеваю понять Что он говорит Печально Почему не трогаешь грибы? Грибы Грибы Так Не знаю Грибы Это Не употребляйте грибы Они опасны Сколько раз ты прошел на стримингу А, это я уже ответила Снегами Так Дцсс Динамик каскад стайлшит Та Та Детриммер Ты все правильно понимаешь Что я должен сделать с грибами Не знаю Не знаю, вот так вот их что ли затыкать Хоп-хоп-хоп Умрите грибы Смерть вам всем Вы ужасные твари Уж эти грибы Ставим на лестнице Ставим на лестнице Кстати, здесь чаржем убиваем Тут, к сожалению, труп не покушаешь Так, вот теперь давайте засекать ману Как только 18 восстановилось Смотрим Раз Два Три За три хода единичку Раз Два Даже за два временами Да, за два-три хода В основном за два Ближе к двум Круто же О, а вот идентификация Так, стоп К нам тут новые гости Приезжают Давайте их встретим Разрядом в лицо Все-таки идентификация Что мы будем идентифицировать? Мы будем пушин идентифицировать А у нас есть вообще какие-нибудь пушины Не идентифицированные? Должны быть Кюринг, абразия, флайт Блэк пушин Инвиз, консолейшн, бриллиант Эмералд пушин Хиллванс И майт Ага, еще какой-то неизвестный пушин Ну а так-то больше ничего нам не нужно Что у нас со щитами? Мы можем щиты надеть Использовать, точнее говоря, же маленькие щиты Баклеры За счет того, что у нас поднялся навык до четырех Возьмем Баклер в руки У нас пять щилдинга появилось Отлично То есть какая-то защита от рейнджовых атак И... Наверное, свиток отложим Что здесь ходят вот такие вот ребята Немножечко не получается задеть всех Так, так, конечно, хотелось бы Блин, что такое вообще? Наверное, наверх надо подниматься Об этом речь идет Хочу ли я спускаться вниз? Это хороший вопрос Потому что там их три штуки И против трех яков Довольно сложно может быть Лейер два Что у нас еще не исследовано? Вот здесь что-то не исследовано На самом деле не весь уровень исследовали О, лягушки всякие бегают Что-то здесь очень странно Видите, какая-то дорожка Сразу видно, что вот эта часть Она вручную сделана То есть это не просто рандомно сгенерированный участок А это участок, который установлен в рандомно сгенерированном подземелье И там что-то есть И я, наверное, перед тем, как туда соваться Что-нибудь активирую Типа полета Чтобы можно было через воду удирать Ну, а тут ничего интересного Ну, почти ничего интересного Всего четырехголовые гидры Да Что, будем четырехголовые гидры убивать? Будем Убили Сплокастинг десятого левела Ну, вот мы убили гидром Дальше чем? О! Какое-то колечко Артефактное колечко Заметьте Это надо проверить Что вообще на нас надето сейчас? У нас надето всего одно кольцо Ring of Evasion А это первое кольцо с тех пор, как мы этот Ring of Evasion нашли Fly Strange Slay Бесполезная хрень, к сожалению Да еще и проклятая Потому что полет у нас и так есть Минус три силы Нет уж, спасибо А Slay плюс два нам просто нафиг не сдался Кольцо откровенный трэш Ну, давайте, раз уж такие дела Заодно проверим, что за трезубец Тридент оф пирсинг Обычный Выкидываем Щит Просто плюс ноль щит Не знаю, конечно, нужен нам когда-нибудь будет или нет И, соответственно, придется читать нам Remove Curse Потому что я это кольцо хочу снять Потому что минус три стрэнжи Это не очень хорошо Это нам мешает нашу броню носить Тролльскую Обновить чат бром Что-то не то с чатом, да Что-то не то с чатом Сейчас посмотрим, что Ну что, можно еще одну гидру, наверное, убить С одной справились Со второй пойдет дело А потом корком Снегами имеет личного смс-голубя Да Давайте уберем этот Уграничитель Вот она, собственно говоря Ставим Огни Свифт нас, что ли Нет, свифт нас на потом Чем мы убивать будем Это хороший вопрос У нас Эрстрайк неплох уже Очень неплох И фаерболл бы не хотелось использовать Тем более он и не дотянется сейчас Что не любит гидры? Холод не любит У нас, к сожалению, с холодом Не завоз Не завезли Чатика сейчас с экрана Паника Ой-вей А вот так вот Норм? А? Другое дело Привет, табуретка Новые фичи Не видим чатик Да Чат на стриме пустой Не-не, все отлично Я не забыл его вывести Он выведен Просто его ОБС По какой-то непонятной мне причине Не хочет захватывать Я вообще фигею с того, сколько проблем с захватом в ОБС в последнее время В общем, план такой Делаем конжур флейм, потом аэрстрайком хереначим ее Конжур флейм у нас на F Флейм на F Все Конжурайш на третьего левела Ну и мы можем перекусить как раз заодно Нету гидры, нет проблемы И нам нужно подойти ко входу Выбросить лишние предметы Типа вот такого У нас, кстати, в руках ничего нету Лол Вот это вот тоже выбросим Стоп Я же не снял проклятие Да, не снял проклятие Сбрасываем кольцо Амулету в фейф Ванду в клаус Что она делает? Мажикал девайс Вет лауси Вилдер Бласт А коншейпт Ария Инфронт Не уверен, что мне это нужно очень Но как бы Ванду не сильно просит Полиморф Можно выкинуть, наверное Я не очень люблю полиморф Не очень его понимаю Потом из поушенов Поушен оф майд Мвиз Хилл вунс Майт, наверное, нам нафиг не нужен будет Давайте прочитаем Свидка идентификации На поушенах Четыре поушена у нас есть Поушен оф хейст Четыре штуки Неплохо Привет, Александр Кот Упасы Так неопознанный Непорядок Сейчас опознаем Наверное Палка облаков Офигительная штука Горит Рейгун Да ладно Я вот просто палками Редко пользуюсь Это проблема реальная Мне нужно привыкнуть К использованию палочек Чтобы понимать Что от них ждать Какие В каких ситуациях Хороши Тут на днях Играл за Минотавра Файтера Говорит Ллойд Зачистил Лейры Орчатник Из Снэйкпит И потом зашел В свомп И умер От берсеркнутого Дерева Печально Что я могу сказать Хейст Флайт Флайт Нафиг не нужен Тоже Бриллианс Амброзия Конселэйшн Кьюринг Окей Ну еще неизвестные По ушам есть Есть свитки Малышина Свитки Вулнурабилити Телепорта Ремув кюрса Фира Мэджик мэппинг Такое впечатление Что они в принципе Нужны наверное нам По большей части Ведь правда Все пригодится в хозяйстве Давайте свиток Прочитаем реально Оп Скрол оф самнинг Неплохо Неплохой свиток На самом деле Но мы теперь просто знаем Как он выглядит Ну и все Я думаю так и оставим Единственное что Наверное нужно выкинуть Шорт сворт оф электрокьюшн Даггер оф протекшн Ну как бы Сворт оф электрокьюшн Такая штука Я вряд ли кого-то Затыкивать буду А если вдруг буду То наверное палочками А не мечом Ладно пока оставим Давайте пойдем Знаете На Д8 Или на Д11 Да Гол Д11 И здесь нам нужно Найти Мадам Которую мы хотели Убить Палки нужны Когда например Вино маг А яд не цель На цель не действует Вот палки помогают Ну так то да Или у тебя Мана кончилась Это же вариант Оп Так Давайте его Аирстрайком Потому что он Слишком близко Теперь просто Так запнем В лицо Какое неплохое место Там Встаешь И Приманиваешь Врагов Они приходят Такие По одному И Бьют тебе Лицо Тоже неплохо Согласитесь Игуаны Кэмс Интервью Моус Аута Вью Где ты была Иди сюда А я Можно съесть Тут же Неплохо А здесь У нас было Очень много Народу В той комнате Однако Однако Там по моему Все уже Разбежались Не буду Никого затыкивать Говорил он Пишет Азаморф А потом Как под Берсарком Начнет Кентавра Разделывать В туши До жопы От него Даром Даггера Да Под Берсарком Вообще Самое То Обожаю Заспелкастеров Под Берсарком Упс А их А их тут Много Вы знаете Их тут Что-то Дофига У нас По-моему Тыкают Копьем Тыкне Очень Жестким Реальная проблема Октоподов Это Армор Класс На 12 Левеле В единичку Окей Да Рейгун Это конечно Неприятно Не знаю А что Надо Вообще Не филсик Ну бывает Как бы Че Теперь Поделаешь Надеюсь Скоро Пройдет А вот И орки Собственно Говоря Которых Мы так Искали Можно К оркам Отправляться Но я Хочу Сначала Ух ты Сколько Тут Всего Интересного Что Мы Видим Шайни Скейл Мэл Шилд Спир Оф Веном Тридент Оф Протекшн Интересно Тридент Оф Протекшн Будет Давать Больше Чем Даггер Оф Протекшн Ну во-первых Он будет Бить Через Клетку Во-вторых Он Ну да Тридент Оф Протекшн Я бы в руки Взял вместо Даггера Явно И он Плюс Два Тем более Прекрасно Просто Тоже Плюс Два Кстати Как и Кинжал У кинжала Бэйс Дэмэдж Четыре У этого Бэйс Дэмэдж Девять Дилей Конечно Высокий У кинжала Чем Хорошо У него Бэйс Атак Дилей В единичку Но Вот этот Тридент Может через Клетку Бить И это Просто Огромное Преимущество Поэтому Мы его Возьмем Пока ты убиваешь Орков Тут Я на своем Орке Жгу Ваш Тальдрасил Говорит Антон Фиксер Ничего И тебя Сожжем В ответ Все Будет Хорошо И мы видим Циклопа Хорошая встреча Скажите Честно Как вы думаете Хорошая тема Сражаться с Циклопом Который Как бы Слоу С одной стороны А с другой стороны Очень Дейнджерос Давайте Аирстрайком Попробуем Есть Поднимаемся Мне еще не нравится То что Он Может Бить Довольно Больно И Он Ко всему Прочему Еще И под Каким То Усил Ком Орки Опасные Твари Валибеги На всех Ногах Там Варлорд Грит Изаморф Там Не Варлорд Там Орк Найт Рыцарь Рыцарь Но В ХТХ Он нам Наваляет Только так Это Как бы Знак На самом Деле Который Говорит Нам Дайс Тебе Здесь Не рады Упс Было Немножко Больно Но Мы Получили Тринадцатый Уровень За счет Этого Хорошо Что у нас Со скиллами У нас Спилкастинг Конжурейшн Качаются С Меморайзом У нас Шесть Спилл Левелов И У нас Все еще Есть Ареншот Я могу Ареншот Заучить И тут Встает Вопрос Очень важный То есть Вот У меня Есть Возможность Заучить Ареншот Хочу Ли я Его Заучить Или Нет У меня Есть Такое Чувство Что Нет Так Вот это будет очень приятно Будешь ли ты играть в Fallout 76, спрашиваю Сенегами? Нет, не буду Эта игрушка совершенно Мне неинтересна по своей Тематике, задумке, потому что это Чисто мультиплеерная рубилова Шутам мультиплеерной По типу игры сервиса Где ты вот Такой весь Мультиплеерный фоллаутский боец Блин, ну там Концепция совершенно не фоллаутовая Она просто На то, чтобы срубить бабла на мультиплеерном фоллауте Хочешь Ибо Вихумед тебя за это поблагодарит Ну такое Бери Ашоту У тебя нет способов контрить резист земли Резист, точнее, контрить Не учи, понизишь Шанс через конжур Ты можешь в ВФ вложить двоечку Все остальное в конжур Ну да, как бы, правильно все говорите Эрншот вообще на самом деле очень полезное заклинание Ноль, зеро Нету больше левелов у нас Так И телекорком обратно Вообще заклинаний у нас становится все больше А полезность их для меня становится все менее очевидной На самом деле Потому что всякие ароншоты С дикими Ну, он нам сейчас не нужен в данный момент Не факт, конечно, что мы найдем потом что-то полезное С другой стороны, нам сейчас можно большую часть игры Как минимум, там, половину на одном фаерболе пройти Правильно, конечно, Незамору говорить Что есть вещи, которые иммунны к этому И поэтому эрншот сойдет очень в таких ситуациях Почему регенерация — это школа некромантии? Потому что некромантия — это наука о жизни и смерти Не только о смерти, но и о жизни тоже Снегами Насчет убить насмерть и прочего — это не важно Важно то, что ты играешь не в сюжетный RPG А ты играешь в мультиплеер с другими чуваками Вот это принципиальная разница Дело не в приватных серверах А в том, что у тебя не будет акцента на сюжете и квестах У тебя будет акцент на то, что мы с друзьяшками ходить, бегать, мочить гулей и когтеть смерти При этом отстраивая свои собственные поселения Вот Полезное заклинание раскрывается в критических ситуациях Это правда, но в критических ситуациях даже раскрывается то, что ты тупо недоучил чего-то Давайте обойдем этот уровень Вот вот психия наша Ммм Мэджик Дартом в нас ударила Круто Труба, к сожалению, от нее не осталась Немножко не радует Серьезно Стоит ли сражаться с этой статуей? Наверное, нет Давайте убьем Дайса Не того Дайса, которого мы сегодня встретили А предыдущего Дайса, который на Д8 был Если посмотреть на него Он маленький, няшный И просто Просто так и просит, чтобы вы убили Чем мы будем убивать? Наверное, так же и растрайком Че у нас с растрайком там? Давайте откроем дверь Кстанем Кстанем растрайк И вот так вот Хоп, вот Нету Дайса Убили Все Через фаербол грохни статуя Она не регенится Через фаербол, конечно, можно Через все, что угодно можно Она может на самом ней Пока я там, собственно Не, у статуи одна проблема Она не дает нам отойти от нее То есть она нас притягивает к себе Айроншотом лучше прокачаешь Чего? Статуя? Айроншотом? Потом, потом Несчастье тоже явно Я бы с тобой поиграл Будучи когтем смерти Говорит снегами Помогал бы тебе Свой клешне правосудия Там, к сожалению Такого не завезут, наверное Куда мы отправимся? В лейер На третий уровень, наверное Оп Ладно, так уж Жахаем Поднимаем двоих Добиваем их Фига Чёт больно Фух К сожалению Трупов от яков не осталось Но Мы так По регеням сейчас Просто Побегав вокруг Я думаю Можно спуститься вниз Ещё одного яка добить Пока ты в невижен Они ничего не призывают Она ничего не призывает Так это насчёт чего Изоморф Через фейербол Грохни статую Ааа За счёт того, что её обойти Так, чтобы Она нас не видела А мы использовали фейербол Ну да Можно так сделать Я уже помню Делал такое За мумию Вроде бы В одном из предыдущих Ранов Надо просто Нимательнее было Посмотреть на окружение Можем там Встать таким образом Чтобы мы были Вне пределов видимости А статую Можно было фейерболом Задеть Вот В последнее время Что-то сижу В сингл-играх Горит снегами И стримлю их В одно лицо В одно лицо Сингл-игры Печально Раздел Раздел Когда он тебе Реген Надет С другой стороны Это не поможет В той ситуации Когда тебя бьют В мили Чем-нибудь Очень жёстким Давай Пвп в червячков А кстати Тема с сингами Звучит неплохо Я бы подумал На эту тему Когда тебе Появится Двойник Читающий чат Думаю Не скоро Овечки И вообще Ооо Блин Придётся Так Моригеню Моригеню Я конечно На самом деле Рискую Когда в мили Такую хрень Применяю У меня Хитпоинтов Не особо Много И Ко всему прочему Резиста От электричества Нету Так Вот там Волчек Бегает Иди сюда Ты где был Ага Вот он Ну вот Отлично За убийство Грибов И растений Дают опыт Нет Снегами Не дают Иначе бы Тут бы Любой Манчкин Первый Сразу же Бросился Их убивать На самом деле Разработчики Dungeon Crawler Очень хорошо Работают Именно над Геймдизайном Над тем Чтобы Играть было Интересно В первую очередь То есть Сложно Но интересно Не потому что Тебе там Мешает интерфейс Играть Потому что Здесь действительно Есть очень Хорошее Решение Правильное Геймдизайнерское Соответственно Вот все вещи Которые можно Обузить Они стараются Убирать в том Или ином виде То есть Не давать их Обузить Например Мумия Она может Проводить Бесконечное Количество Времени Где угодно Потому что Ее не заставляет Голод двигаться Вперед Соответственно Разработчики Через какое-то Время решили Что надо бы Это ограничить И Сделали Специальную Механику Которую Через определенное Время Когда ты Слишком долго На уровне Находишься Начинает Генерить Очень-очень Жестких Монстров То же самое С таким опытом Это было бы Явным Таким вот Магнитом Для манчкинов Потому что Как можно удержаться От халявного опыта Поубивав Какие-нибудь Кусты Грибы Ну да Он мог бы Конечно Быть Слишком маленький Но тогда В нем смысла Не было Какая разница Маленький Он или его Нет вообще Обидно Я бы качался На грибах Вот Вот О чем я говорю Как раз Да Пробовал Вместо С кем-нибудь Вдвоем Стримить Да, Рейгун Пробовал И не раз Бывало И вот Последний раз У нас Такой стримбл С Дидримером Мы играли В Вивехе 2 Так Спайдер Нест Нашли Не очень хорошая Находка Я бы сказал Очень хреновая Скорее всего В этой паутине Сидят пауки Которых мы не видим Невидимые ребята Таким Давайте Спайдер Нест Обойдем Стороной И скролл Алтари тут Виделите Где-то рядом Человек-паук Нет Где-то рядом Дофига Всяких Тарантолов Джампинг-спайдеров И прочей фигни Колечко Колечко Это хорошо Давайте его Сразу же Наденем А у нас Два кольца Есть О как Я даже пропустил Этот момент Ринг оф лайт Не нужно Ринг оф декстерити Ну Так себе Конечно Сойдет На безрыбье И декстерити Неплохо Пушных Пушных Хейст Филинг Хангри Поедим Ухо Опасно Было Давайте Постоим Пригинем Чутка Как раз По такому Случаю Что Нас Пробили Как я не люблю Вот такие уголки Которые потом приходится На автоэксплоре Заглядывать Как бы понятно Что автоэксплор Не может их Игнорировать А вдруг Там что-то Есть Вдруг Там например Какой-нибудь Предмет Сонный Лежит Но Вероятность Этого Она как бы Крайне Мала И получается Что Оп 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 Вот мы на автоэксплоре Побежали А я не особо Рад этому Сейчас мы на пауков Наткнемся Их там будет Дохренище Я бы не хотел Себя загонять В угол Когда мы будем Рядом с пауками Я бы хотел Находиться Недалеко от лестницы Где у нас Ближайшая лестница Вот эта вот лестница Проверяю Аниме Деда Требует Азаморф Там второй сезон Его Эти Гаремника Вышел Да ладно Там 22% Аниме Деда Он Конечно Выглядит Соблазнительно Но не настолько Давайте Все-таки Fire Magic Покачаем Немножко И Air Magic Продолжим Качать Так А то я что-то Спилкастинг Качал 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 Ух уж Я его укачал Вообще Интересно Проснется кто-нибудь От того Что мы дверку Открыли Слушайте Никого нет Это очень подозрительно Я даже в паутину залез Все равно Никого нет Это как понимать Нет Объясните Вообще Это законно Никого дома нет Бывает Давайте Пойдем Дальше Тогда Пройдем мимо Тогда Фэрболом Жахнем Звучит неплохо Но нет Здесь тоже Пожалуй Эту лестницу Мы Обойдем Стороной Какая-то Перчатка Лежит Скролл Телепортейшн Получили Какая-то Перчатка Она возможно Проклятая Но на самом деле Это плюс два Перчатка Силы Ей Но Мне не нравится Этот дракон Довольно опасен Хотя его можно Аирстрайком Попробовать Страйкнуть Во Видите Забили Окей Блэк Мамба Она тоже Довольно Опасная Еще Ко всему Прочему Быстрая Поэтому Сложно Сказать Хочу ли я Сейчас Не сражаться С 15 Единицами Маны Но Можно Попробовать Разок Ее Аирстрайком Ударить Знаете Неплохо Ударяется И мы Ее Добили Окей Крокодил Дил Дил Мм А там Агавки Че Одноразовые Что ли Да Вы шутите Слушайте Я пошел Отсюда Томагавки Оказывается Одноразовые Пауки Уже Под Тролейчей Шкур А они Ползают По тебе Поджигая Себя Да ладно Врешь Ты Все Врешь Нет Там Ничего Подобного Поднимаем Наверх Жах Им Пару Раз Еще Мяс Получили Еще Мяс Сколько вкусного Протеина А тут Тут есть Просто Тамагавки Не Взрывающиеся А обычные Возможно Так Возможно Надо Осторожней Ходить Здесь Да Здесь Дофига Просто Чувствуете Боль Боль Конжур Конжур Перед Собой Став Когда Можно А Когда Между тобой Врагом Одна клетка Он Точно Медведь Сгорит Не факт На самом деле Многие враги Не будут Вставать В конжур Потому что Эффект Похоже Происходит Моментально То есть Конжур Появляется Моментально А потом У нас Начинается Как раз Таки Задержка Перед Следующим Действием Понятно Ну вот Смотрите Жирный як Одна клетка Не встал Не хочет Жариться Что же он Такой А О Захотел После того Как получил Немножко Люлей Все Прожарился Оф Ретернинг Тем Многоразово Играет Тимсон Робл Это именно Про томогавки Речь идет Ясно То есть Все томогавки Кроме тех Которые Фритернинг Они Одноразовые Печально Конечно Печально Удивительно Что мы Словоников Не встретили До сих пор Дес Яков Они Где-то Здесь Должны Быть Я чувствую Прямо За поворотом Появятся Демоны Как бы У вас Так Вот так Вот Еще раз Еще раз Еще раз Оп Пожалуй Надо Отойти Видите Нас Не Замечают Еще Ко Всему Прочему Что Радует Стоит Немножечко Отсюда Свалить Потому что Начали Сбегаться Со Всего Данжена Разные Гости Которых Не очень Хочется Видеть Может Все-таки Некромантию Использовать И поднимать Эти Трупы Как думаете Но 22% Это немножко Не то Мне кажется 22% Это слишком Ненадежно Где-то Здесь была Лягушка Довольно Опасная Куда Она Бежала А ну Вернись Не хочет Возвращаться Походу Вулф Еще Один Волк Страшный Страшный Силый Волк Фитинго Знает Этот Волк Волков Просто Безумное Количество И ко всему Прочему Еще Блинкающиеся Лягушки Яки Поднимем Наверх Этого Яка Выдадим Живительную Парочку Живительных Разрядов И Спустимся По другой Лестнице Птица Ниндзя Да Вообще Выгляжу Как-то Чересчур Стелфи Давайте Глянем На нашего Персонажа Что у нас Со стелфом Два Плюсика Ну так Не супер Круто Но Довольно Неплохо Меня смущает Скорее Общее Отсутствие Резистов Единственное Резист Это К Файру Он Конечно Мною Приветствуется Но Хотелось бы Резистов Например К Мэджику Просто Мэджик Резистов Хотелось бы Резисток Яду В первую очередь Вообще Полушикарный Резисток Яду Найти Вот Куда там Делся Волк Иди сюда Ну иди сюда Сказал тебе Слушайте Какой Волк Особенно Хорошо Действует Вот эта Штука Когда Твари В воде Находятся У них Проходимость Сразу Повышается Они Такие Разряды От электричества Более сильные Получают Буквально Два левела В некроманте Дед Дед Пронзит Небеса Два уровня В некроманте Ну это До пятерки Качать Пожахать К предметам К предметам Есть Что Разве Плохо Быть Пер Маньяком Грифоны Окей Нету Грифонов Наверное Эрстрайком Этого Нужно Почему Эрстрайком Потому что Эти драконы Они Очень больно Бьют Когда Все-таки Добегают В мели И Мне бы Не хотелось Огребать От них Слишком Много Дамага Я начинаю Чувствовать Что У меня Слишком Много Мана Я не чувствую Того Что она У меня Прям Кончается Эрмэжик Поднимается Прекрасно Вот только Сейчас После того Как я Слишком Много Жахал Всем Подряд Она Немножечко У нас Просела Прекрасно Мы вернули Четвертый Звездочку С Вихуметом Это просто Замечательно Тебе Поскорее 14 левел Получить Чтобы Перманентно Летать Только Помни Что под параличом Ты падаешь Вниз И там Внизу Желательно Не должно Быть Лавы Или Дип Уотера Согласен Хорошее Замечание Так Среди Сообщества Фурии СПБ Был Я Синегами Говорят Что он Был Среди Сообщества Фурии СПБ Рифоном Кто такой Рифон Грифон Наверное А да Точно Потом Поправляет С Грифоном Не слишком Много Мана Это Монрегин Высокий Помнить Что Смысл В том Что у меня Просто Монрегин Есть А мана Все таки Кончается Еще один Волт Дримшип Ко всему Прощему Еще Где-то Появился Ага Вот здесь Дримшип Волт Находится Дримшип Иран Дрейки Ну Дримшип Довольно Опасные Твари Потому как Они могут Усвепить А у нас Мажик Резиста Нет И тут Еще один Дайс Это Дуча Такой Суровый Прямо Совсем Жесткий Дуча Кстати Почему Скад Гудгейн Меня Сегодня Не оповещает В своем Излюбленном Стиле Про дуча Что такое Господа Это явно Ваш Недосмотр Меня Реально Очень 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 Удивляет Насколько Этот Лэйр Состоит Из Достаточно Низкоуровневых Животных Рингов Рингов Вейжен А у нас Рингов Вейжен Надет Рингов Декстерити И Ринг Амулет Да Рингов Вейжен Плюс Три Возможно Там Более Крутой Рингов Вейжен Давайте Проверим Плюс 2 Декстерити Вот Декстерити На Эвейжен Я бы Как раз И Заменил Б Плюс 2 Эвейжена Заметьте 2 Эвейжена Если у нас Надет Кольцо Плюс 2 Эвейжена И Если мы Наденем Кольцо В Декстерити У нас Вместо 22 Будет 21 То есть Эвейжен Круче Пот Проверь Идентифицируй Тебя Есть Да Свитки Идентификации Появился Даже Не Один Читаем Свитки Идентификации И Пот Potion Of Magic Звучит Неплохо Potion Of Agility И Potion Of Resistance Resistance Хорошая Вещь Это Прям То Что Нужно Есть Еще Один Свиток Нет Целая Два Свитка Не Опознанных Будем Лим Их Сейчас Читать Наверное Нет Шолсы Пауки Шолсы Какие Очень Хреновые Бранчи Скажи Вам Dangerous Давайте Fire Поставим Snapshot Total Нас Бьет А я Думал Она Милишная Она Бьет По 30 Дамаг И Она Нас Может Убить Вот Это Была Ошибка Очень Серьезная 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 Серьезная